Я занимаюсь в медиашколе тем, как учиться правильно фоткать, разговаривать, придумать какие-то новые темы. Мне медиашкола научила, как правильно выступать, как правильно фоткать и новым знакомством с директором. Кажется, еще лет 15 назад мы имели лишь отдельные дополнительные кружки, где могли учиться, писать и редактировать тексты, рисовать стен газеты. А уже сегодня у школьников есть все возможности заявить о себе на различных площадках, стать уверенной медиаперсона уже в своем достаточно юном возрасте. Костя Назарук непринужденно ведет себя перед камерой. Он один из учеников медиашколы Нон Стоп. За год учебы уже научился чувствовать себя уверенно перед камерой, правильно формулировать и подавать свои мысли. И все это ему дала медиашкола Нон Стоп, которую создала два года назад журналист нашего канала Анастасия Наздрин-Плотницкая. Медиашкола существует чуть больше двух лет. За это время у нас уже достаточно большое количество достижений. Наши ученики становились победителями международных конкурсов, областных, республиканских. Ребята занимаются фото, видео, они занимаются сторителлингом, съемками рилс. То есть, в принципе, деятельность достаточно большая в зависимости от того, какого возраста дети и какие есть изначально предпочтения. Потому что первые полгода мы всегда с группой занимаемся по программе. Дальше каждый из них работает уже по тем проектам, которые они сами для себя наметили. То есть в той сфере, в которой было бы более интересно. И уже исходя из этого мы выбираем, какое направление будет развиваться у нас дальше. Сегодня в медиашколе больше двух десятков учеников. Это мотивированные ребята, интересные, увлеченные. Они представляют разные уголки города Бреста. У меня даже есть ученики, которые ездят ко мне из Брестского района. В сфере мидии и коммуникаций наша Настя порядка десяти лет. За плечами огромное количество сюжетов, авторские программы, десятки стендапов, большое количество международных семинаров, встреч, образовательных мероприятий. И все это лишь малая часть Настяных достижений. Немаловажен и статус магистра. Это возможность преподавать. Журналистика, она дает большое поле для того, чтобы учиться коммуницировать с разными людьми. Бывает, что мы общаемся со всеми маленькими респондентами. Бывают очень взрослые респонденты, которым надо иногда повторить несколько раз, что вы от них хотите. Самое главное, что дает журналистика, это возможность учиться говорить. Говорить на разных языках, на разных тонах, с разным пониманием ситуации, проблемы. Потому что перед нами бывает человек, у которого есть какие-то жизненные неурядицы, которым нужно понять, выслушать. А есть человек, которого просто нужно поддержать. В принципе, ребенок отражает все эти сферы. Потому что его нужно поддержать, ему нужно помочь, ему нужно дать какое-то напутствие. И в то же время с ним нужно найти общий язык. Потому что до того, как он пришел в медиашколу, он был в совершенно другой социальной среде. У него был свой класс, свое окружение друзей, родители, которые тоже по-разному смотрят на его увлечение. И здесь ему важно и найти поддержку, и найти понимание, и в то же время для него важно почувствовать, что он здесь важен и нужен. И вот когда ты находишь вот эту золотую середину, ты начинаешь понимать, что ну вот оно, твое дело, вот эта стезя, которая тебе действительно нравится. Участвую я в первый раз. Для меня это новый опыт, очень яркий. И я под большим впечатлением, что информацию можно доносить так ярко, необычно и интересно. И этот опыт, я уверена, пригодится и в будущем для поступления. В Российском центре науки и культуры медиашкола Нон-Стоп провела первый международный медиафорум, который собрал спикеров из разных стран. Каждый профессионал смог не только заинтересовать пришедшую молодежь, но и объяснил, как приобрести хороший слог. Учили на практике, как качественно работать с фото- и видеосъемкой. Монтажом показали, как правильно общаться с публикой. Сейчас 21 век, и молодежи очень важно быть в тренде. Но родители беспокоены тем, что дети часто сидят в телефонах. Как правило, это время, которое тратится в пустое, они переживают за их образование. Но сейчас такое время, что даже сидя в телефоне, можно совмещать приятное с полезным. И даже монетизировать свои таланты и навыки. Одно из них является монтаж и видеосъемка. Рилс, как сейчас популярно говорить. Собственно, об этом я сегодня и рассказывала. Насколько это актуально. Какие могут быть фишки. Как их применять. Уже сейчас, уже сегодня. Я им дала немножко такие напутственные какие-то слова, чтобы они не обесценивали свои навыки. Рада, что Брест в авангарде вот этого движения. Потому что, на самом деле, это очень важно сейчас. И, конечно, в первую очередь для молодежи. Мы видим, и это ни для кого не секрет, что молодежь и даже старшее поколение сейчас работают на пространстве интернета, в медиапространстве. И, к сожалению, оно подчас не соответствует тому качеству, на которое мы хотели бы, на которое мы ориентированы. Не всегда соответствует это нашим духовным, нравственным ценностям наших народов, народов России, Беларуси. Поэтому очень важно, как никогда важно, говорить об этом с ребятами, говорить с теми ребятами, которые ориентированы на блогерство, современное блогерство, на журналистику, на СММ-работу. И работа эта будет продолжена. А если какое-то из направлений вас заинтересовало, добро пожаловать в медиашколу Нонстоп.